Физически полноценному человеку сложно себе представить, насколько трудна жизнь инвалида. Но именно эта категория населения нуждается в первоочередной социальной помощи. За прошедшее полугодие более 700 химчан с ограниченными возможностями обеспечили всем необходимым. На эти меры из федерального бюджета было выделено 27 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году. Тему продолжит Артем Кузнецов. Екатерина Семеновна Маслова в свои 92 года передвигается с трудом. Как ветеран войны и инвалид первой группы, пенсионерка довольно быстро получила коляску и подъемники для ванной. А вот ждать санитарное кресло пришлось пять месяцев. Если надо использовать его, я пользуюсь. А подъемники все время я использую. Мне уже не встать, не сесть. Все сделали. Пусть, как говорится, не сразу, но все сделали. И претензий к этому нет. Екатерина Маслова – одна из трех тысяч инвалидов, которые стоят на учете в управлении соцзащиты и нуждаются в технических средствах реабилитации. За прошедшие полугодие 700 человек получили слуховые аппараты, телевизоры, протезы, костыли, коляски и многое другое оборудование. На эти меры было выделено более 27 миллионов рублей. Для того, чтобы оформить то ли бы иное техническое средство реабилитации, согласно закону, инвалиду необходимо обратиться сначала к лечащему врачу. Лечащий врач должен дать направление в бюро медико-социальной экспертизы, которую в последующем разрабатывает индивидуальная программа реабилитации, согласно которой уже инвалид обращается к нам в управление. Мы принимаем пакет документов, ставим его на очередь и в дальнейшем происходит его обеспечение. В пункте выдачи технических средств реабилитации инвалидов сегодня побывали до 60 человек. Работники выдали 12 тысяч подгузников, а также несколько тысяч пеленок. А кроме того, вот такие кресла, как для взрослых, так и для детей, а также стулья с санитарным оснащением, столь необходимы инвалидам. По закону, инвалид либо получает бесплатное оборудование в порядке очередности, либо приобретает его сам, а органы соцзащиты компенсируют затраты в течение 30 дней. Самостоятельная покупка иногда может быть удобнее, так как ожидание в очереди может длиться до четырех месяцев. Ну и сегодня здесь получал для мамы пеленки и подгузники. Каждый месяц получаем. Работает пункт выдачи по средам. При себе необходимо иметь индивидуальную программу реабилитации и паспорт. Артем Кузнецов, Сергей Гвоздев, Служба новостей.